на ноль засушил игру но это то что нам надо нужен вратарь который в любой момент может подменить и бобровского и мы чувствуем что реально человек может выйти ребята доверяют заметно как и мы видели что там пол игры отстоял там прошлой игре выскочил на две минуты до сразу в меньшинство попал не растерялся и сегодня целую игру отыграл хорошо так что хорошо что у нас есть два хороших вратаря и я думаю шестеркин тоже до этого все игры хорошо показывал как третьего вратарь так что это хорошо что хабар то есть ли не сильная но еще раз моменты моменты сорокина сегодня попроски сегодня чем занимается восстанавливается готовится завтра играет бобровка почему решили все-таки ну потому что две игры подряд идет и ну так 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 решили уже уверенность приобрели близки мы все-таки ждали чуть пораньше доверите я думаю тогда бобровского надо было играть в каждую ну конечно просто ну чтобы самим определиться насколько у нас второй вратарь хорошей позиции я думаю и это доказалось что у нас вторая позиция тоже очень сильная и в любой момент готов войти в бой но тоже самое вы минске делали василевскому давали да так по идее график такой же идет хорошо если график чемпионский то никто не сомневается собственно никто не против уважаемые друзья давайте мы сейчас обсудим заброшенные шайбы еще раз потому что первого гола ворот соперника пришлось дать достаточно долго вот насколько были обескуражены тем что мы не можем никак забить большинство реализовать подходим плавно голу телегина ну да там поначалу но ребят хорошо разыгрывали хорошо до пустых ворот разыгрывали просто это последний бросок то в клюшку то там мимо ворот то каким-то невероятным сейвом вратарь отбивает да хочу спросить да вот каждый раз давлеет самого начала чемпионата вот это не проблема даже а такой характерный может быть лишний пас да когда забиваем это не проблема но когда они про но промахивать а зачем согласен 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 но это зависимость от противника все-таки противник разрешает тебе немножко играть разрешает контролировать может быть на 2-3 секунды больше и тебе кажется что больше просторы ты можешь сыграться уже ни с кем не бросить расселить противник по посильнее тогда ты эту каждую секунду стараешься использовать и у тебя секунды есть набросок ты даже не обдумываешь а дать не отдать ты бросаешь вот как сейчас за гол забили в чем это звено хорошо работает у них всегда игрок на пятаке ну вот я хотел сказать а вот насколько удовлетворены вы действиями любимого телегина мы не попали буквально последний момент ну так есть но любимых последний момент телегин как бы присоединился мы уже и против чеха смотрели да хорошо так что ребята стараются бьются и мы сами видим что результат показывает и они не одна часть нашей команды которая очень важная которая выполняет очень много черной работы в меньшинстве работают и так что хотел вот обратить внимание вот свои просто наблюдения из олегом говорил вот на первые брасы мне все равно нам что-то делать надо потому что вот сегодня мы старвежцы мы играли они они нас переиграли вот на образ не когда они в большинстве и видели что но там надо думать но в целом в целом у нас брасывали как бы лучше чем у противника что проблема есть я говорю проблема всегда есть всегда можно улучшить игрой всегда надо еще улучшивать еще несмотря на счет там четыре ноли там деле 10 один всегда есть какие-то промашки где хочется сказать ребята здесь 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 надо добавить здесь чуть попроще здесь по концентрирование здесь лучше бросок так что но может быть и посерьезнее потому что равно это вот пока в обнову идет от групповой турнир ну ничего страшного но там уже каждой сейчас сейчас следующая игра нам нужно уже играть на пределе на такой игре хорошо что мы играем со шведами скажем с противником который остальные которые следующие пойдут после шведов независимости в четверть на какой противник он будет наподобие шведов быстрый хоккей играть активный хоккей играть и это хорошо что на ворот они играют так как больше никто не играет они вот больше всех стремятся шайбой владеть и комбинировать больше остальные все-таки попроще но пожестче побыстрее ну я скажу шведы если взять евро тур они немножко отличается ворот им они уже как бы видят что может быть это уже не проходит и старается уже тоже играть как где-то где-то попроще на все сюрпризов ждите завтра ну конечно как сюрпризов мы как бы каждую игру следим за ними как бы разбираем и так что вот сегодня да сегодня по броскам 28 27 нашу пользу бросование все-таки мы выиграли в итоге да там 27 против 20 вот этой статистика она вообще насколько вы ее анализируете нет статистика нужно например бросали но больше всего как сергей нович сказал да это в меньшинстве очень важное бросование лучше в меньшинстве выиграть да и в средней зоне где-то потерять потому что общий счет когда считается кажется как бы все хорошо процент лучше чем чем месяц и когда начинаешь пересматривать самые важные бросование не нужно выигрывать да но сегодня как мы видели были были осечки да но над этим тоже работаем над этим работаем и каждый раз и не только центральный отвечающий за это очень важно подбор и очень важно как распределяет как как реагирует наши крайне нападающие как защитники на подборах так что это вся пятерка работает хари свитальнич один из наставников российской сборной ну а сейчас к золотым момент уважаемые друзья естественно не только к моментам которые принесли нам удачу и как следствие заброшенные шайбы в поединке с норвежцами но это что делали сегодня канадцы как ни крути в таком важном сегодняшнем матче с французами в котором они выиграли с отсчетом канадцы тема героев фильмов фильмов про войну или про первый полет на луну или про жизнь одиноких сердец у каждого фильма свой конец путь Никого не жалко, никого, Ни тебя, ни меня, ни его. Никого не жалко, никого, Ни тебя, ни меня, ни его. Никого не жалко, никого, ни его. Никого не жалко, никого, ни его. пустых ворот, ну, она идет хорошо, но надо понимать то, что ну, не всегда такая будет красивая игра, да, где-то надо все-таки черновую работу тоже поделать, так что есть тоже на чем. Черновая работа, что это значит? Это стоять под воротами, закрывать воротаря, чтобы и защитники наши когда в тот момент, когда бросают, вот как сейчас бросили, да, любимого добился. Да, вот в данном случае на примере любимого, да, мы сейчас мы это разбираем? Ну, а кто у них будет? Это есть чем, ну, Додонов, почему? Додонов может стать, он и в большинстве. Ну, когда, ну, в большинстве это он именно встает, он не чтобы закрывать, а именно он, он и сам забить хочет. Ну, вот это и есть тот момент, который над чем каждое звено может где-то добавить. И не сомневаемся, что получится. Спасибо огромное, уважаемые друзья, нам закругляться пора, продолжайте смотреть матч ТВ, продолжаем находиться здесь на хоккее. Харис Витонович, ребятам огромный привет тренерскому штабу. Спасибо. Верим в нашу сборную, не только, естественно, вместе с Сергеем Гимаевым, со всем, со всей большой хоккейной страной. Спасибо, удачи и до скорого, господа. Все на матч, все на хоккей. Спасибо.